Здравствуйте уважаемые зрители. В этом видео я покажу простой способ восстановления фьюзов на микроконтроллер HVR. Пример продемонстрирую на ATTENI 13 и ATTENI 85. В прошлом видео я рассказывал как используя ESP программатор, в роли которого у нас выступала Arduino Uno, можно менять фьюз битый на микроконтроллер HVR. И приводил пример для микроконтроллера ATTENI 13. В примере первый пин, который связан с ресетом, мы превращали в обычный порт ввода-вывода. Но после данного изменения микроконтроллер теряет возможность прошивки при помощи ESP программатора. Возможно также ситуация, когда у микроконтроллера отключен фьюз SPIN. В этом случае прошить с помощью ESP программатора его тоже не получится. В данном видео продемонстрирую способ, который можно вернуть фьюза микроконтроллера к доводским установкам. Сделаем это с помощью собранного на макетной плате высоковольтного программатора и специального скетча. Для создания использован самый простой вариант схемы высоковольтного программатора, но вместе с тем и вполне рабочий. Важным элементом схемы является биполярный транзистор, который и позволит нам с помощью управляющего сигнала с 13 пина Arduino подать напряжение 12 вольт на пин PB5. То есть как раз на пин, связанный с ресетом. Здесь на схеме указан транзистор BC547, но можно использовать любой другой транзистор с похожими характеристиками. Итак, для создания высоковольтного программатора нам понадобится биполярный транзистор. Я взял BC33740. Шесть резисторов по одному килоомму. Провода, макетная плата и собственно Arduino Uno. Устанавливаем ATTINE13 на макетную плату. Это тот же самый ATTINE13, с которым я экспериментировал в прошлом видео, у которого первый пин превращен в обычный порт ввода-вывода и загружен скетч мигания светодиодом. Теперь важный момент. Необходимый для сброса фьюзов 12 вольт мы будем брать не со стороны, а получим от Arduino Uno. На плате Arduino Uno есть разъем для подключения внешнего питания. Вот сюда и подключим блок питания на 12 вольт. А забирать эти 12 вольт будем с пина VIN. Для загрузки скетча также подключаем Arduino Uno к компьютеру. Переходим к скетчу. Оригинал взят на гитхабе и немного я его видоизменил под свои нужды. Ссылка на оригинал и на мой видоизмененный скетч будет в описании к видео. Загружаем скетч в Arduino. Открываем монитор порта. Появляется информация с выбором микроконтроллера. Нажимаем цифру 2 от Tini 13. И собственно все. Программа сбрасывает фьюзы микроконтроллера на те, что заданные для него по умолчанию. Сначала пишутся те фьюзы, что были у микроконтроллера, а после обновленные фьюзбайты. И мы снова можем спокойно перепрошивать микроконтроллер с помощью ESP-программатора. Можно такой же эксперимент проделать с ATIN85. Загрузим скетч мигания светодиодом на первом пину. Подключаем светодиод. И он естественно не мигает, так как пин пока еще связан с ресетом. Переходим в калькулятор фьюзов. Устанавливаем галочку напротив фьюза RST Disable. Старший фьюзбайт поменяется с DF на 5F. Теперь, не вынимая ATIN85 из программатора, запускаем утилиту по изменению фьюзов, о которой я рассказывал в прошлом видео. И выбирая ATIN85 устанавливаем новые значения фьюзов. 62, 5F и FF. И записываем фьюзы. Снова подключаем светодиод и смотрим, что он у нас нормально работает на первом пину. Но одновременно мы заблокировали возможность прошивки ATIN85 с помощью ESP-программатора. Перейдем к лечению. Устанавливаем ATIN85 на макетную плату. Подключаем питание 12В и загружаем лечебный скетч. Выбираем пункт 3. ATIN25, 45, 85. Фьюзбиты у них все равно одинаковые. И нажимаем Enter. Все, ATIN85 вернули к нормальной жизни. Загружаем скетч-блинк. И видим, что загрузка скетча снова работает. Вот такой вот очень простой способ оживить случайно или специально заблокированный микроконтроллер. Когда речь пойдет о других микроконтроллерах АВР, я буду добавлять в видео информацию по работе с их фьюзами, если там будут отличительные особенности. Спасибо всем за внимание. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok